А теперь о том, что несомненно сблизит наш регион с соседями в хронологическом смысле. На этой неделе в ходе майской сессии депутаты законодательного собрания одобрили перевод стрелок в Новосибирской области на час вперед. Перед принятием решения вопрос исследовали всесторонним. Мы когда проводили рабочую группу, последнюю, если помните, мы пригласили и там выступали как раз проректор медицинского института, главный кардиолог на Сибирской области, главные врачи были, были просто врачи. И они, в общем-то, дали как раз такое положительное заключение. Всего изучали вопрос перехода в другой часовой пояс 24 научно-исследовательских организации. И 23 из них рекомендовали утвердить 4-часовую разницу с Москвой. Масштабный соцопрос населения показал согласие 80% новосибирцев на перевод стрелок. В итоге окончательное решение за депутатами Государственной Думы. Ориентировочно настроить часы на новое время в нашем регионе 3 июля. Впрочем, переходом Новосибирской области в другой часовой пояс повестка сессии, разумеется, не ограничивалась. В ходе сессии областные парламентарии утвердили продление региональной программы капремонта с 25 до 30 лет. Продолжат финансировать в Новосибирской области и замену лифтового оборудования. Не обошлось на заседании депутатов и без острых дискуссий. Отчет о работе, уполномоченного по правам предпринимателей, вызвал серьезное недовольство народных избранников. Надо помнить, что значительная часть наших обращений является ассоциированным. То есть за одним обращением может стоять 10-20 предпринимателей или целая отрасль. Парламентариев возмутила слабая поддержка предпринимателей в судебных инстанциях. То, что сегодня услышал я, да я думаю, что и многие мои коллеги, это доклад начальника отдела статистики, не более того. Ничего с предпринимательством близко нет. Я не знаю, как оценят ваши деятельности сейчас депутаты голосования. Но то, что услышал я, и Зазуля резонные вопросы задает, так сказать, ну что такое там, если судебное решение, да, в день судятся по пять судов и все нормально. И так без энтузиазма разговаривать о предпринимателях, я думаю, если бы в этом зале сидели предприниматели, то точно поставили бы неуд. Особо депутаты Заксобрания остановились на выполнении программы наказов. Народным избранникам нынешнего созыва наказов поступило около пяти тысяч. Это вдвое больше, чем раньше. Стоимость их реализации не менее 150 миллиардов рублей. Исполнить все и сразу просто невозможно. Работа следующая. Утвержден сегодня эта программа, а дальше она будет следующим образом механизм реализации. Каждый год при утверждении бюджета будут вноситься коррективы, во-первых, нашей государственной программы, чтобы тот наказ, который попадает в зону исполнения с точки зрения исполняемости, был включен в эту программу. Большая часть обращений избирателей связана с ЖКХ, сферой образования и строительством дорог. К слову, Новосибирская область – один из 24 регионов России, где в принципе есть закон о наказах.